Мы сегодня устанавливаем эти мемориальные таблички людям погибшим, потерянным, а теперь возвращенным для этого города, для их семей, для их родных. Мы сегодня здесь, на этом доме, ставим пять табличек. Мариан Казимирович Ихновский, служащий, родился в 1886 году, арестован 21 марта 1937, расстрелян 1 ноября 1937, реабилитирован в 1856 году. Арвид Ансович Берзин, служащий, родился в 1898 году, арестован 19 апреля 1937, расстрелян 26 сентября 1937, завтра 26, реабилитирован в 1956 году. Евгений Венедиктович Полюдов, арестован 30 апреля 1937, расстрелян 9 сентября 1937, тоже сентябрь, реабилитирован в 1956 году. Владимир Александрович Губанов, экономист, родился в 1888 году, арестован 13 июля 1938, расстрелян 14 апреля 1939, реабилитирован в 1956 году. И Петр Николаевич Кирсанов, служащий, родился в 1883 году, это был самый старший из этих людей. Арестован 17 июня 1937, расстрелян 1 ноября 1937, в тот же день, что и Ихновский. Реабилитирован в 1955 году. Реабилитирован в 1955 году. Я помню этот день, 17 июня, когда Петра Николаевича уводили в наручники. Поскольку я была самой младшей, он просился со мной и с нашим щенком. Петр Николаевич из семьи крестьян под Волоколамском. Он там кончил приходскую школу, потом училище в Волоколамске, а затем перебрался в Питер к дяде, где работал пирщиком, учетчиком. Он сначала на фабриках, а потом перешел на кувенинерские заводы. И вот к 2005 году он вступил в партию Роситута. Образование Петр Николаевич, как и большинство рабочих и крестьян, получал вот в особых школах вечерних, в которых преподавали Минжинские сёстры, Минжинский, Надежда Константиновна Крупская. Вообще вот так под видом обучения обучили рабочих. И экономики они изучали, и Прихановым читал, и прекрасно об этом времени и об этих людях, которые верили в светлое будущее, написала в своих воспоминаниях Елизавета Полонская, по-моему, же. Вышли её воспоминания, и там есть все персонажи о том, как она пришла к этому революционному движению. Она была техническим секретарём. Так вот, в 2005 году он вступил в партию, в 2006 году он участвовал в нападении на черносотенцев, которые заседали, у них проходило заседание в таверне Тверь. И они бросили туда две гранаты, две обзорвались. К сожалению, были жертвы. Но в этот раз Петра Николаевича не арестовали. Арестовали его позже, в сентябре 2007 года, на год и шесть месяцев в кресты. Ну, после того, как он отсидел, он, конечно, нигде не мог устроиться в Питере. И он стал работать на различных железнодорожных станциях. И так вот его жизнь дальнейшая и оказалась связана с железными дорогами. Он знал два языка по самоучителям. И он оказался в НКПС, отвечающим на наши связи российские с иностранными. С 26-го года он работал в Берлине, в Минне. А последняя его работа – это КВЖД. Что и отмечено в приговоре. Шпион японско-польский. Потому что в 24-м году сохранилась маленькая фотография. Он на конференции под Варшавой, тоже НКПС. Вот так и сложилась эта непростая жизнь человека. Не только языки выучил, он играл на скрипке вместе с Фраучей. Они пели арии из опер. И вот там кольклористы, и вообще просто и гитературу. Оказалось, что из нашего дома введено больше 20 человек. Я не помню точно, сколько там, 23 или сколько-то. Но это как бы цифра. И мы все время даже пролистывали. И потом с первого раза даже не нашли. Нашли со второго раза – вот как. Эти таблички на разных домах. Они бы не могли появиться без усилий очень многих людей. И я очень рада, что здесь мои коллеги по мемориалу. Ирина Старикович, Ирина Островская. Людей, которые организуют. Вот Никита Соколов. Замечательный, очень известный историк. А одновременно тот человек, который приезжает и прокручивает эти дырки. И все это организовывает. Здесь же рядом Арсений Борисович Рогинский, представитель мемориала. Здесь же Сергей Борисович Прудовский. Давид Крихели, который фотографирует, прекрасно снимает все, что происходит у последнего адреса. Марина Бобрик, которая согласовывает дома. И одна согласовала огромное количество домов. Наташа Тюрина. В общем, я, может быть, кого-то не назвала, но главное не в этом. Главное в том, что благодаря вот этим усилиям людей возвращается в город память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова